Добрый день. Первооткрывателем синдрома считается французский врач Жан-Батист Ландри, который в 1859 году опубликовал работу «Острый восходящий паралич», где описал нарастающие вялые параличи конечностей, распространяющиеся снизу вверх, нарушение тазовых функций и бульбарные расстройства, а также дыхательную недостаточность, способную повлечь за собой летальный исход. В 1916 году три французских врача Жорж Гиен, Жан Борре и Андре Штроль представили статью касательно синдрома радикулоневрита с увеличенным альбумином в спинномозговой жидкости без клеточной реакции. Заметки по его клиническим характеристикам и описание сухожильных рефлексов. В статье они описали двух солдат, гусара и пехотинца, у которых в течение двух недель развились параличи на фоне отсутствия сухожильных рефлексов. Врачи отметили новый, до этого неизвестный диагностический признак – значительное увеличение белка в ликваре без клеточной реакции. Множество работ, вышедших позднее, описывали заболевания под разными названиями. В МКВ-10 оно называется синдром Гиена-Борре. Именно этот термин наиболее распространен в мире. Обязательными признаками синдрома Гиена-Борре служат прогрессирующая мышечная слабость и сухожильная рефлексия. Подтверждают диагноз быстрое развитие вышеуказанных нарушений, которые, впрочем, прекращают нарастать к концу четвертой недели от начала заболевания. Через 2-4 недели после прекращения нарастания симптомов обычно начинается восстановление. Для заболевания характерна относительно симметричность поражения, наличие вегетативных расстройств, таких как артериальная гипертензия, ортостатическая гипотония, синусовая тахия или барадикардия, гипергидроз, повышение концентрации белка в ликваре примерно через 5-7 дней после появления первых симптомов, отсутствие лихорадки в начале заболевания и отсутствие цитоза в ликваре. Признаками, вызывающими сомнения в диагнозе, являются асимметрия двигательных нарушений, четкий уровень сенсорных расстройств, цитоз в ликваре и стойкие нарушения функций сфинкров. Классическим вариантом синдрома Гиена-Борре, составляющим любимую долю всех случаев, служит острая воспалительная демиренизирующая полиневропатия ОВДП. Острая моторно-аксональная нейропатия ОМАН наблюдается в основном в северных провинциях Китая и тесно связана с предшествующей инфекцией, обусловленной компилобактер еюни. Эта форма наблюдается преимущественно у детей и подростков, обычно протекая как чисто двигательный вариант синдрома Гиена-Борре, с тенденцией к более выраженной дистальной мышечной слабости. Патоморфологический ОМАН характеризуется аксональной дегенерацией. Острая моторно-сенсорная аксональная нейропатия ОМСАН, в отличие от ОМАН, встречается преимущественно у взрослых. Является наиболее тяжелой среди всех форм синдрома Гиена-Борре, часто развиваются бульбарные дыхательные нарушения, требующие проведения искусственной вентиляции легких. Восстановление медленное, а остаточные явления весьма чисты. При ОМСАН поражение более распространенное, так как в процесс вовлекаются не только двигательные, но и чувствительные нервы, а также дарзальные корешки. Аксональные повреждения более тяжелы, чем при ОМАН, а изменения в мире явления являются вторичными. Синдром Фишера характеризуется двусторонний, относительно симметричной слабостью глазодвигательных мышц и птозом, координаторной и статической атаксии мозжечкового типа. Несмотря на почти полувековое существование в неврологической литературе этого синдрома, этиология атаксии до сих пор остается неясной. О рефлексии в руках и ногах к концу первой недели заболевания прогрессируем всех этих симптомов от нескольких дней до трех недель. Характерной чертой синдром Фишера являются стабильно обнаруживаемые у 90-95% больных высокие титры антиганглиозидных антител, что имеет определенную диагностическую ценность. В последнее время к четырем основным клиническим формам синдрома стали все чаще добавлять очень редкие, например, пандизофтономию, острую нейропатию, характеризующуюся преимущественно вегетативными нарушениями, и чисто сенсорную полиневропатию. Только дальнейшие исследования покажут целесообразность выделения этих вариантов в дополнительные клинические формы. В связи с тем, что синдром Гиена Барре в классических случаях является самоограничивающимся заболеванием, вопрос о необходимости и времени начала лечения пациентов остается дискутабельным. Однако, учитывая, что длительная прикованность больного к постели сама по себе чревата рядом серьезных и сложней, и требует огромных ресурсов по уходу за пациентом, большинство экспертов говорит о целесообразности проведения специфической терапии. Основным показанием к ее проведению служит быстрое нарастание неврологического дефицита. Несмотря на аутоиммунный характер заболевания, при синдроме Гиена Барре отсутствует эффект от глюкокортикоидных гормонов и цитостатиков. Зато эффективность обладает плазма, феррес и введение иммуноглобулина класса G. В связи с тотальной мышечной слабостью, ряды пациентов требуется проведение искусственной вентиляции легких и зондовое кормление. Самыми частыми осложнениями, ведущими к смерти, при синдроме Гиена Барре являются сепсис, пневмония и другие инфекционные осложнения, тромбом и болей легочной артерии, острые нарушения сердечного ритма и острые стрессовые язвы органов ЖКТ. В связи с этим пациентом требуется неспецифическая терапия, включая еще уход за мочевым катетером, санацию трахиобронхиального дерева, введение адекватного объема жидкости, уход за кожей и глазами, профилактическое введение низкомолекулярного гепарина, пассивная гимнастика, массаж конечностей и ряд других процедур. Благодарю за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok